некоторые темы которые я освещаю в течение уже долгих пяти шести лет и плюс еще я их поднимал еще в своих начальных книгах в своих изданиях вот эти некоторые темы особенно которые касаются космоса которые касаются теории земли строение земли они уже на сегодняшний день проросли таким образом что получили очень большое расширение своих возможностей я бы хотел сегодня отметить несколько таких моментов по поводу строение земли напомню своей книги пылающий мост я изначально писал что наша земля состоит из людей которые своей энергетикой это конечно все условно как клеточки в организме в том числе и в нашем например организме люди слагают из своих тел из своих душ из своих аур и всего прочего нашу землю причем слагают ее не только люди но также и камни также ее естественно и растения всевозможные другие формы жизни и слагается земля именно по принципу нашего тела то есть она состоит из нас таким же образом как мы состоим из клеток впервые я это опубликовал в своей книге организм к новой фундаментальная наука том 1 вот там все я подробно на тот момент конечно подробно все это изложил и сейчас по прошествии 20 лет эти знания постепенно начали приучать к себе людей и уже многие начинают их интерпретировать по-своему не так давно я сделал ролик о том что наши полюса северный в том числе у земли но не знаю насчет южного потому что пока как бы вопрос такой существует ли он вообще то есть наш полюс допустим единственный северный он зависит от того самого момента сколько людей свои знания свое внимание концентрирует на этом самом полюсе то есть у нас получается земля состоит из массы людей массы людей я не буду говорить о животных растениях и камнях просто когда я говорю о людях вы имеете ввиду что я упоминаю всех жителей нашей земли все формы жизни поэтому я просто буду говорить о людях чтобы не загромождать эфир так вот когда люди скапливаются где-то в одну какую-то цивилизацию то их скопление генерирует очень большой поток электромагнитных различных энергий назовем их энергиями внимание участие цивилизации неважно как и они эти энергии подтягивают к себе и зона материализации то есть например тот же самый северный полюс и в одном из своих роликов я как раз говорил подробно здесь я повторю коротко если впервые цивилизация человека современного типа возникла в центре русской равнины то через какое-то время к этому месту подтянулся северный полюс поэтому люди стали искать новые земли например двигаясь на юг и двигаясь на запад в ту самую европу которую и стали обживать как только люди переместились в европу то северный полюс двинулся за ними в западном направлении люди дальше двинулись в ту самую америку концу восемнадцатого века уже прибыли в америку и концу восемнадцатого века к началу девятнадцатого века за ними пришел туда и северный полюс поэтому люди той цивилизации которая была 200 лет тому назад они понимая это стали строить альтернативный центр цивилизации то есть повышать цивилизованность японии и китая и во второй половине девятнадцатого века там действительно создали за наш счет за наши деньги за деньги англии россии и сша и даже частично франции вот за счет этих трех с половиной держав подняли китай и подняли японию к 1900 году и туда туда вот в новый этот самый центр новый центр своеобразной цивилизации а тем более там набралось очень много людей то есть если мы берем китай то это допустим два миллиарда ну там плюс минус со всеми этими бангладешами и япониями и туда перешел начал двигаться северный полюс освободив европейские территории и американские для более теплых климатических условий вот как действует одна ситуация вторая ситуация которая связана с тем что наша земля является массой которая складывается из людей и всех остальных форм жизни вот эта ситуация вторая она связана с солнцем когда только захватывали свои массивы первые люди первые существа то естественно их разрозненная энергия давала такой свет как бы разрозненный который не был привязан к одному источнику но по мере складывания в одно единое знание на основе например ну на мой взгляд и поскольку это написано в библии я спорить с ней не могу у меня нет таких оснований то когда была сочинена библия опять это все проявилось на том моменте что люди которые стали верить в единого бога своим вниманием сосредоточением своего внимания они сложили то самое солнце которое стало светить как точечный единый объект света на небе и получается так что где эти верования зародились там солнце впервые набрало свою большую огромную силу то есть это страны полумесяца от египта до ближнего востока и там же это солнце сожгло все эти территории раньше они были зеленые мы это помним из истории по крайней мере так говорят историки ну а теперь там пустыни пустыни и еще раз пустыни это тоже результат внимания наших с вами человеческих тел мыслей различных интеллектов в совокупности конечно со всеми формами жизни ну и наконец недавно в своем эфире одна из компаний которые занимаются регрессивным гипнозом я вот тут их послушал интересный эфир по генерации вулканов и они тоже приходят к такому мнению что генерация вулканов вызвала вниманием людей чем больше людей в какой-то территории или даже во всем мире думают о чем-то допустим негативном в каком-то отношении или в отношении какой-то другой территории или своей территории тем велика вероятность формирования вулканов на указанном вот этом внимательном пятачке то есть вы поняли опять ситуация такая же где генерируется внимание в данном случае негативное внимание человечества там происходят эти самые вулканы и вот я вам привел три примера три примера которые показывают что земля наша сформирована именно людьми и другими формами жизни и это формирование земли она сводит нас к тому что чем больше персоналий форм жизни то есть песчинок людей деревьев еще чего-то тем больше сама земля и каждая каждая песчинка у нас на земле она формируется со своей какой-то душой я об этом тоже уже много раз и писал и говорил и опять же впервые я догадался так скажем до того что у крупицы материи есть собственная душа и собственный интеллект как раз в той самой своей книги по организмике которая вышла в 2003 2004 годах и обобщая всю эту гипотезу я вам рекомендую последить за тем что я сказал может быть найдутся какие-то другие данные эксперименты может быть какие-то подтверждения опровержений может быть найдутся но если это так то все споры наши например а той же форме жизни а той же форме земли а каких-то знаете импактах что к нам сюда попал какой-то метеорит и он занес жизнь и так далее все это глупости прошлых веков в принципе они и есть глупости прошлых веков сегодня уже вот на таком уровне развития знаний мы должны воспринимать природу вокруг нас как живой организм как живой организм и земля наша она действительно является в каком-то смысле богини нашей потому что она состоит из всех нас а по любым всем законам то что состоит из мелкого то большое она всегда но во-первых и умнее во-вторых и более продвинутей и она самое главное обитает и живет уже на другом организмическом уровне то есть на другом уровне создание систем если наш человеческий уровень осмысление всей ситуации ну допустим там 10 баллов я условно говорю то когда мы собираем какой-то коллектив ну например научные сообщества которые включают ни одного человека а уже там допустим сто или тысячу людей то всегда такой коллектив будет иметь совокупный интеллект то есть интеллект который формируется в результате осмысление какой-то проблемы именно сообществом то всегда такой совокупный интеллект будет больше чем у одного человека но я не беру какие-то единичные примеры которые тем более лежат под грифом возможно то есть получается так что мы складывая слагаем землю своими телами своими интеллектами душами алгоритмами и всем остальным мы формируем некое такое создание пусть это будет бог в наших привычных терминологиях которые больше нас по всем своим данным и по данным своего интеллекта и естественно земля поскольку она сложена из нас она реагирует на наши все движения абсолютно точно как политическая партия где например если нужно выбрать какого-нибудь руководителя то поднимаются руки и чем больше влияние таких рук таких людей которые хотят выбрать себе персонального какого-то руководителя и вот именно такого тем больше у него шансов чтобы быть избранным вот от этой большой группы голосующих и наоборот земля построена абсолютно одинаково с этим методом абсолютно также мы должны это всегда понимать и последнее конечно что в этой гипотезе если мы начинаем придерживаться такого организмического взгляда на землю на ее структуру на ее построение то мы начинаем понимать что земля это вовсе не планета а это наша колония в которой мы живем и развиваемся как например многие из вас видели вот такие недавно открытые колонии микроорганизмов которые в виде такого полупрозрачного плаща или лоскута материала плавает в океане и никто не знал еще сначала что это живой организм или неживой организм один это или колония оказалось что колония мелких организмов вот мы абсолютно такие и говорить о том что где-то есть другие такие земли образованные таким же каменным путем через акрецию какой-то пыли говорить об этом бессмысленно потому что земля живой организм и она может быть рождена только от живых организм